Всем привет! В сегодняшнем видео мы хотим ответить на несколько вопросов, которые поступили от наших подписчиков. Я думаю, что ответы на них будут интересны многим, поэтому мы решили сделать видео. Будем спрашивать Ивана. Будем говорить о первой работе. Снимай вперёд. О опыте первой работы. Итак, Иван, что ты скажешь о своей первой работе? Ничего, ну, такого нельзя сказать. Мне было легче, чем многим, потому что я приехал сюда уже резидентом, так как здесь уже были мои родители. И проблем с рабочей визой у меня не было, чтобы искать работу, чтобы мне сделали рабочую визу или джобу. То есть я приехал, начал искать работу, так как приехал ближе к Рождеству, работы не сильно было много. Это было в седьмом году. Ну, и я в магазин устроился работать, продуктовый поработал там, сколько там, пару месяцев. А потом, когда в феврале, да? Да. В феврале, я устроился работать в компанию Acer, где я работал до этого, когда, до того, как приехал в Новую Зеландию, работал там же, и вот устроился работать. То есть был опыт работы уже в данной компании? Был опыт работы в данной компании, в данной сфере, и так все получилось. То есть очень много здесь зависит от вашего опыта работы. А кто помог тебе найти работу в Acer? В Acer? Да, я не помню уже. Это была компания, по-моему. А, была компания по трудоустройству Queen Workforce, но они больше занимались черно-рабочими. Но я когда туда обратился, по другим вакансиям, он мне сказал, что он знает менеджера из этой компании, из компании Acer. Он увидел меня в CV, потому что я в Acer работал. Ну и, хотя я в Acer тоже относил свое CV до этого сам. Короче, здесь большую роль играют связи, знакомства. Связи, знакомства, помимо этого, опыт работы в своем CV, если вы сделаете очень красивый опыт работы, и действительно нельзя это делать, то в принципе, джоп-оффер получить можно. То есть... Если вы классный специалист в своем деле, то есть шансы большие. Необходимо, да. Да, востребованную профессию здесь. А востребованные профессии можно посмотреть на официальном сайте immigration. Да. Там есть специальный список. Очень много требуется строителей, очень много требуется айтишников. То есть в разных сферах айтишников требуется... По-моему, айтишники самые популярные, особенно те, кто приезжают. Практически все айтисты. Программисты, аналисты и так далее. Всякие разные. То есть очень много требуется различных айтишников. То есть можно просто для интереса даже не смотреть востребованные профессии на официальном сайте, а можно просто залезть на... Да, есть такой сайт... Сик... Сик какой НЗ? Сик пишется S-E-E-K-DOT-CO-DOT-NZ. И вот посмотреть, каких профессий требуются люди, просто много очень. И все. Да, и даже спрашивали про парикмахеров, можем сказать, что... Парикмахеры без проблем здесь находятся. Не, ну можно быть, конечно. Найти работу можно, особенно если у вас тоже... То есть вообще очень ценится опыт. Если у вас есть большой опыт в какой-то сфере, то вас возьмут. Другой уже вопрос, это парикмахер, например, найти клиентов. Потому что здесь небольшое очень... Небольшое количество людей живет. И найти много клиентов тоже большая проблема. И чтобы они были постоянные. Многие, поработав, набрав базу данных клиентов, там, теми же самыми парикмахерами, потом открывают дома, и работают сами на себя. Да. То есть, ну... Везде есть свои плюсы и минусы. Это надо все пробовать, смотреть, что больше подходит для них. Да, вот пример. То есть, потому что так как я давно приехал, давно искал работу, то есть вещи какие-то меняются. А про джоп-офер, вот здесь буквально пару недель назад приезжал парень, мужчина. Он сам с России. И он рассказывал, то есть, он сейчас вот получил джоп-офер, он работает. Он занимается ремонтом, обслуживанием тягачей, грузовиков различных, тракторов, то есть, для добычи угля, для добычи золота и так далее. То есть, на приисках. Он здесь устроился. То есть, как по его словам, ему дали. Естественно, на джоп-офер вы не должны рассчитывать сразу на огромную зарплату. Да, зарплата будет минимальная, либо средняя. Ну, вот ему дали 23 доллара. Хотя, насколько я знаю, в районе 40 долларов минимум получают такие же специалисты, как он. Ну, те, у кого уже есть резидентство, либо есть... Ну, естественно... То есть, надо всегда с чего-то начинать. Да, то есть, это начало, и компания, естественно, за то, что она ему сделала джоп-офер, она его использует, так скажем. Поэтому, если есть какие-то предложения, то всегда нужно на них соглашаться. Надо смотреть, да. Потому что здесь очень важен опыт. Даже важен, многие люди работают бесплатно, волонтерами, только ради опыта, ради рекомендаций. Ну, опять же, есть такие вещи, чтобы вас не кинули. Тоже это... Ну, невозможно определить. Некоторые говорят, не работай с русскими. Я знаю много примеров, когда, наоборот, русские помогали, делали джоп-офер и все остальное. Есть... Так же самое, есть примеры, когда русские кидали своих же, то есть, ну, русские неправильно сказать, здесь как бы советские, так лучше сказать. Потому что с бывшего Советского Союза здесь все как бы общаются между собой, да. И смысл в том, что, ну, невозможно сказать на 100% ничего. Нужно стремиться, искать. Главное, пробовать. Да, есть возможность, сейчас есть интернет, слава богу, форумы. Можно по поводу компании у кого-то спросить. Может, кто-то знает, может, у кого-то был опыт перед тем, как с ними заключить контракт. Вот и все. Такими вещами можно у кого-то, я не знаю, просто на форумах местных почитать. Что за компания узнать, почитать. То есть, различные такие вещи. Но главное, не бояться делать вот так.